Ну и, собственно говоря, результатом вот этого второго трека, второй идеологии, стал глубочайший кризис, который мы наблюдаем на Украине. Киевский режим ищет оправдание своей туристической вылазки в Курскую область, находя все новые псевдоаргументы. Один нелепее другого, неважно, что одно другому противоречит, не имеет никакого для них значения. Они пытаются, так сказать, все эти ужасы, которые творят ВСУшники, прикрыть какими-то своими разглагольствованиями. Сначала, напомню, функционеры банковые рассуждали о некой задаче усилить переговорные позиции киевского режима. Хотя вопрос, видимо, они оставляют вообще без ответа, а кто с ними после этого вообще будет договариваться после тех бесчинств, того террора, который они устраивают в отношении мирных жителей, гражданского населения, гражданской инфраструктуры и мирных объектов. Хотя попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори, я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством, априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой. Они, видимо, все равно пытаются навязать международному сообществу свою идеологему. Но это длилось недолго. Затем Зеленский цинично заявил о цели Украины создать в этом российском регионе некую буферную зону. И ведь никто из западных американских, британских, немецких, итальянских, французских журналистов не попытался у него уточнить, как одно сочетается с другим. Буферная зона или задача усилить переговорные позиции. По всей видимости, Зеленский стремится с помощью таких, как, видимо, он полагает, обращений к народу, поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность, привлечь еще большее финансирование со стороны западных доноров. Ну и, конечно, вот эти заявления друг другу и противоречат, и вся эта преступная затея киевского режима, очевидно, была изначально обречена на сокрушительный провал. Тем временем коллективный Запад во главе США вместо слов сочувствия пострадавшим от зверств ВСУ женщинам, детям, старикам продолжает активно выражать поддержку киевскому режиму. По-разному. Кто-то делает это, выделяя и выписывая еще большие суммы на туристическую деятельность, так сказать, киевского режима, банковой, всех тех, кто заправляет сейчас на Украине. Кто-то открыто аплодирует тем туристическим актам, которые уже совершены. Непонятно, как это у них сочетается с большим количеством законов, законодательных актов и нормативов, которые запрещают спонсировать туристическую деятельность. И по спонсорствам имеется в виду все. И финансирование, и политическая информационная поддержка. Вот посмотрите. Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 августа дошел до того, что назвал в средствах массовой информации преступные действия киевского режима в Курской области оборонными. И признал за ним право, принимает стат, вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию. Как это пересекается и как это созвучно с идеей Джорджа Буша-младшего, которую он озвучил в разговоре с пранкерами о том, что задача киевского режима убить как можно больше русских. Вот о неком праве киевского режима защищаться без ограничений, принимает стат, используя поставленное в Финляндии оружие, рассуждал президент этой страны Александр Ступ. Об отсутствии географических лимитов на использование перед на киевской хунте вооружений сообщил 16 августа пресс-секретарь Минобороны Канады Андре Анна Пулен. 19 августа министр национальных дел Дании Ларс Лёгкий Расмус на своем интервью с МИП по сути дал буквально разрешение украбандеровцам на использование датского вооружения для ударов по российской территории. Тем самым эти или других западных лидеров фактически одобрили кровавые преступления, туристические акты, которые совершает киевский режим в отношении мирных жителей. Более того, кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании, как они говорят, любой ценой нанести России стратегическое поражение. Согласно западным средствам массовой информации, британские министры пытаются убедить натовских союзников в необходимости разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. Напомню, с дальностью полета до 250 километров. Сообщается, что президент США Байден открыт для отправки киевскому режиму крылатых ракет Joint Air to Surface Stand of Missile JASM. Это высокоточная крылатая ракета класса воздух-поверхность. Дальность полета до 400 километров. Пенагон якобы работает над возможностью запускать такое смертоносное оружие с истребителей F-16. Публичное поощрение действий террористов, в частности в Курской области, иностранная военная техника, наемники на нашей земле красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников киевского режима спонсором этой террористической банды преступления неонацистов. На этом фоне мы прекрасно понимаем, почему в западных средствах массовой информации, например, в Wall Street Journal, стали появляться публикации о том, что страны НАТО, с перечислением в том числе и различных должностей, позиций, имен, якобы не делятся разведывательной информацией с киевским режимом о целях на территории России. Мало того, есть и публикация о том, что Запад вообще не был в курсе якобы о том, что планировал Зеленский. Очевидно, что все это, конечно, не так. Фейки ли это, вымысел, ложь или дезинформация, называйте как хотите. Дело в том, что вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано. Через подобные операции информационного характера в западных средствах массовой информации НАТОвцы, прежде всего англосаксы, пытаются снять в себя ответственность за творимые киевским режимом террористические акты. Еще раз напомню, в их правовой англосаксонской системе существуют целые законодательные акты относительно запрета на спонсорство терроризма. Спонсорство, поддержка, воодушевление и так далее. Все это запрещено на индивидуальной основе, коллективные, в отношении государства и так далее. Мало того, именно это положение, именно эти слова, именно эти определения западники использовали на протяжении десятилетий для того, чтобы позволять самим себе вторгаться на территорию суверенного государства. Я имею в виду поддержку терроризма со стороны кого бы то ни было. И это было тем фактором, который развязывал им руки и позволял нарушать закон. И вот для того, чтобы не ассоциироваться впрямую с теми, очевидно, имеющими террористический характер, деяниями киевского режима, они, так сказать, через средства массовой информации создают ощущение непричастности ко всему там происходящему. Но это, естественно, не так. В данном контексте обратили внимание на появившуюся в конце июля в средствах массовой информации материалы и данные о ведущейся правительством Украины работе над законопроектом о международных оборонных компаниях. По сути, этот закон легализует частные военные компании с участием иностранцев. Как упоминается, данные прокси-структуры планируются регистрировать исключительно на территории граничащих с нашей страной областей. Принятие документа, в частности, дает возможность странам НАТО направлять на Украину летчиков-истребителей F-16, не участвуя в конфликте напрямую. Собственно говоря, та же самая история. Сначала они используют киевский режим и Украину в качестве инструмента, затем они делают все для того, чтобы менять законы Украины для собственного прикрытия, для прикрытия Запада. Эта новая форма соучастия Запада в военных преступлениях киевского режима в случае ее реализации лишь усилит дальнейшую эскалацию конфликта и террористическую активность режима Зеленского. Не исключаем, что украинские неонацисты рассматривают закон как индульгенцию для использования частных военных компаний в Африке, других регионах глобального юга. Также мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты, соответственно, становятся террористами против наших регионов, равно как и управляемая ими военная техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены. Внутренняя норма творчества киевского режима не даст им какой-либо защиты. Ну и теперь у нас новое явление – активность западных средств массовой информации и конкретных журналистов НАТОвских стран в отношении того, что сейчас происходит со стороны киевского режима. Представители западных СМИ, которые являются заинтересантами не журналистами, а буквально участниками вот этих всех информационных пропагандистских акций. В нарушении предусмотренных законодательством нашей страны процедур в сопровождении украинских боевиков находятся на российской территории. Об этом говорят российские правоохранительные органы. Они возбуждают уголовные дела против тех журналистов, чье пребывание незаконное очевидно подтверждено и подтверждается фактами. В частности, корреспонденты итальянской государственной телерадиокомпании «Рай» были в этом замечены, уличены и, соответственно, было возбуждено уголовное дело. Мало того, в своих репортажах они буквально создавали информационную завесу для террористической активности киевского режима. Они общались с ВСУшником, который перед ними, перед их камерами стоял в форме, в одежде, с нашивками СС, не какими-то символическими или напоминающими, а теми самыми прямыми. Мало того, в этих самых репортажах западные журналисты рассказывали о якобы проявляющейся заботе со стороны ВСУ о гражданском населении российских регионов. При этом почему-то эти же самые западные журналисты не упомянули ни о многочисленных фактах уничтожения террористами жилых домов с помощью сбрасываемых с дронов противотанковых мин, ни об атаках на пытавшиеся выехать на гражданских автомобилях семьи с детьми, о подлинной цели нахождения на российской земле интервентов, терроре, тоже не было сказано ни слова этими самыми непрошенными гостями, которые вломились на территорию нашей страны без соответствующих документов, аккредитаций, виз и так далее. И, кстати, это не единственный ваяж подобных якобы журналистов. Как мы уже упоминали, правоохранительные органы России возбудили уголовные дела по факту незаконного пересечения границы и заверили, что так будут поступать и впредь. Хотели бы предупредить иностранных журналистов, что посещение России на законных основаниях возможно только при получении соответствующей категории визы, если речь идет о гражданине зарубежной страны, и аккредитации Министерства иностранных дел Российской Федерации. Теперь переходим к преступлениям киевского режима. Международные профильные институты, средства массовой информации, игнорируют зверства угробандеровцев, которые буквально развернули целенаправленную охоту на мирных жителей российских регионов, включая женщин, детей, издевательства отношений о них тоже никто не замечает. Ну так сделаем все, чтобы сделать это достоянием мировой гласности. 15 августа в Белгородской области в результате прицельной атаки дрона ВСУ пострадали два сотрудника бригады скорой помощи. 16 августа совершена ракетная атака ВСУ на полные посетители с детьми торговый центр «Галактика» в Донецке. В результате возник пожар, возник он от ударов целенаправленных, страдало 11 человек. Террористы не давали нормально работать пожарным и спасателям. Они продолжали целенаправленно их обстреливать. В результате слаженной работы наших профильных служб удалось избежать жертв. В тот же день от удара беспилотного летательного аппарата «Камикадзе» по гражданскому автомобилю в Донецке было ранено два мирных жителя. В результате обстрелами повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Только 17 августа в области в результате массированных атак ствольной артиллерии ранения получили 10 человек, в том числе двое детей, погибла беременная женщина. Она погибла от удара, прицельного удара по остановке, остановке естественно гражданского транспорта. В результате атаки на мост через реку Сейм Гушковского района Курской области 16 августа погибли двое молодых российских волонтеров. Они самоотверженно помогали в тот день эвакуироваться местному населению. 18 августа серьезное ранение получили две женщины в городе Шебекино и в селе Визовое Белгородской области из-за атаки беспилотника. 19 августа от ударов дронов пострадал один мирный житель в поселке Борисовка. Два человека в селе Маломихайловка. О том, что украинские террористы целенаправленно стремятся убивать мирных граждан, Россия свидетельствует их недавняя атака в суд же с помощью беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль. В нем пытались эвакуироваться мужчина и женщина с двумя племянниками. В результате дети были ранены зарядом, который был начинен металлическими шариками. У мальчика тяжелая травма черепа из-за проникновения осколков. Ему была сделана операция, она длилась 8 часов. Где все эти международные неправительственные организации, где все межгосударственные структуры, которые занимаются правами человека, защитой прав детей, охраной их здоровья? Когда девочка получила ранение колена от более серьезных последствий, возможно, гибель, ее спасла мягкая игрушка. Где же все международное сообщество? Где все те мировые, в первую очередь западные здания, которые украшали буквально так свои обложки фотографиями страдающих детей? И почему-то они видят страдания детей наших, российских, русских, других национальностей. Это что за сегрегация? Это что за деление бесчеловечное людей на классы, категории и подгруппы? Множественное осколочное ранение получил мужчина. Да, это и есть неонацизм киевского режима. Вот он такой. При этом неонацисты уже давно совершают зверстие в отношении граждан Украины. Недавно на видео о российских военных зафиксировано очередное циничное убийство вооруженными силами Украины двух изможденных мирных жителей Волчанска. Один из них уже к тому моменту был ранен. Во время попытки людей эвакуироваться из разрушенной пристройки украинские боевики вместо спасения цинично забросали их минами с дрона. Нелюди из ВСУ напялили на себя нацистскую атрибутику и подвергли российским оскорблением заблудившегося и нуждавшегося в помощи престарелого жителя Курской области. Все это ВСУшники стилизовали еще и под речь эсэсовцев. Но, видимо, им казалось мало того зверства, которое они устроили. Нужно было усилить эффект. Они усилили. Вот, с одной стороны, все это чудовищно. И хочется, чтобы такого никогда не было, и чтобы, тем более, такое никогда не повторялось. С другой стороны, ведь там, в Париже, Лондоне, Риме, Брюсселе, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве, Канберре, там же продолжают не верить в то, что речь идет о настоящих убийцах и террористах, о тех, кто потерял человеческий облик, те, кто в глубине души исповедует все, что раньше называлось фашизмом и нацизмом, расизмом, ксенофобией. И именно такие кадры, которые попадают в сеть, становятся доказательствами, приводящими в чувства людей на планете. Это доказательства животной ненависти к людям другой национальности, говорящими в своем родном языке. Такие кадры позволяют, в том числе, и идентифицировать личность, место жительства, этих настоящему уродов, которые все это совершают. Свидетельство о множестве варварских преступлений украинских боевиков против мирного населения Курской области. Речь идет об убийствах, уничтожении жилых домов, угонах пленок граждан России, избиениях, издевательствах, мародерстве, равно как и теракты в других регионах. Удары по Запорожской атомной электростанции. Все это тщательно фиксируется. Все это находится в работе у российских следственных органов. И те террористы, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности, пока не понесут неотвратимого наказания.